Если говорить об истоках гвардии, предыстории ее, то можно определять несколько этапов довольно своеобразных, потому что статус гвардии формировался постепенно, он не складывается изначально, и прелегированность этих частей тоже была не взята сразу, в одномоментно. Но это, прежде всего, опричина Ивана Грозного, если так можно ее определить как элитную гвардейскую часть. То есть это московские стременные полки времена первых романов, времена Алексея Михайловича и Михаила Федоровича. Ну и это, наконец, то воинство, состоящее из представителей разных слоев населения, и из разных слоев окружавших и Кремль, и саму царскую семью. Это конец XVII века, это юность Петра, это становление России, постепенно превращение ее в более-менее конкурентоспособную военную державу, пока еще не европейского уровня, но все-таки с элементами европейской военной науки. И вот этот вот как раз период, он и породил то, что мы называем русской гвардией. Русская гвардия Петра I, пожалуй, имеет самые сильные отличия и особенности среди всех этапов становления гвардии в последующем. Потому что гвардия Петра I – это целая корпорация, это серьезный такой пласт, социальный пласт людей, выполнявших различного рода функции, как в государственном управлении, в административном управлении, в созидательной сфере. И в конечном итоге эта гвардия выступила уже в эпоху дворцовых перерватов как вполне себе сформировавшаяся политическая сила. Ну а все начиналось с начала 80-х годов, все начиналось с потешных. Но уже в 10-летнем возрасте он начинает эти военные игры, может быть, даже чуть пораньше. Вот потешное место было в Кремле, и, грубо говоря, оно никогда не пустовало, потому что все эти потешные поляны, все эти потешные игры, они так или иначе собирали вокруг него ватаги так называемых рубят, как пишут в источниках того времени. И эти ребята, рубята с Петром I затевали различного рода игрищи. Ну, военного там было маловато, прямо скажем, поначалу. Но именно потешное, именно потешное – это то первоначальное ядро, из которого стала формироваться именно вот эта гвардейская петровская бригада, состоящая из двух полков – Семеновского и Преображенского. Никакого Лефортовского полка, никакого Бутырского полка в то время еще не было. Это было самое заря, самое начало Петровской военной карьеры, если так можно сказать. То есть начало вступления Петра на путь занятия военным делом. Военным и, отчасти, и флотским, и морским тоже, потому что, в общем-то, русская гвардия рождалась не только под звуки игрушечных потешных пушек, которых было в достаточно большом количестве, первоначально было вообще около 16-ти, но и под взмаки весел, и под стук топоров на корабельных верфях, немногочисленных, которые в то время существовали, потому что Петр одновременно затевал свои игрища на Плещеевом озере, одновременно он затевал стрельбу в Кремле, на потешном поле и за пределами Кремля. То есть вот эти его основные уротовые занятия, он сплачивает вокруг себя некую группу лиц. Причем эти лица были не обязательно представителями каких-то сословных верхов, нет, это были мальчики, представители абсолютно разных семей, тут были и дети Стольников, тут были и простолюдины, тут, в общем, это была такая достаточно пестрая компания. Другое дело, что военная сюжетика, она не могла рождаться сама по себе, то есть, ну, все же играют в игры в детстве, военные там, так сказать, кого-то копируют, кому-то подражают, ну, потом это все быстро заканчивается, и никто из них профессиональными военными, как правило, из этих вот ребят не становится. При Петре было несколько иначе, потому что Петра опекали люди, которые были знакомы с военным делом, что называется, настоящим образом. Это, прежде всего, Лефорт, и это Гордон. Люди, представители, так сказать, европейских стран, кто-то, имевший значительный опыт военный, кто-то, имевший его в меньшей степени, но, тем не менее, вот эта военно-европейская струя, она была достаточно заметна, вот, очень быстро стала заметна в играх вот этих вот окруженцев Петра и самого Петра, и вот эта вот направляющая рука, она стала определять более-менее такой четкий курс на становление и формирование каких-то военных соединений. И вот это все и приводит к тому, что начиная где-то с начала 90-х годов в некоторых текциях используется термин и название «Преображенский полк». Затем и «Семенский». Собственно говоря, это было два, Семенское село и Преображенское село, где располагались вот эти самые потешные войска, вот эти потешные группы, которые, собственно говоря, вот и поименно, исходя из топонимики вот этих вот мест, и стали называться и Семеновское, и Преображенское. Их разделял всего только один из ручьев, который там тек. Впоследствии вот эти части, они становятся абсолютно вычленными из всех военных формирований России, потому что Петр чувствует, что вложенное в них европейское начало, тот опыт, который они получили с помощью Игоря, с помощью Кужуковского похода, с помощью стрельбы в местах дислокации этих частей, Семеновского, Преображенского, вот эти все военные опыты, военные, так сказать, учения, их можно назвать вряд ли учениями, ну, скажем так, выступления, они и привели к тому, что остальные полки, те, которые считались передовыми, ну, вот Бутырский или Фортовский полк, они утрачивают свою военную актуальность для Петра. Этот процесс был очень непростой, и он был такой не разовый, не одномоментный. Он занимает около 10 лет, то есть ни год, ни два. И поэтому, как вот нечто лишнее, которое окружало вначале этих мальчиков, начинает постепенно опадать, и уже мы видим два абсолютно приближенных к Петру формирования, которым доверяет такая сообщесть людей, которые сопровождают Петра везде и выполняют различного рода функции. Вначале эти функции были сотоварищи по играм, потом эти были функции телохранителей. Стрельцы, которые несли одно время эту функцию, и функцию церемониала, и функцию охраны, стрельцы отходят на второй, а потом и на десятый план. Ну, а историю, вы знаете, стрелецких бунтов, история выступления Софьи, поддержанной этими же стрельцами в 89-м году, то всё это приводит к тому, что стрельцы, во-первых, они отходят на второй план, во-первых, они вообще превращаются во врагов, начнем с того, что... Во-вторых, они просто отходят на второй план, и те стрельцы, которые уцелели после разгрома стрельцких частей, стрельцких полков, они потом, знаете, оседают уже в ходе Северной войны. Кстати, они участники Северной войны, стрельцы, и их недооценивать тоже нельзя, потому что они зарекомендовали себя достаточно хорошо в нескольких сражениях Северной войны, но потом они были раскассированы и убраны в провинциальные гарнизоны. Что касается гвардии, то и Лефортовские, и Бутырские полки, особенно со смертью Лефорта и Гордона, эти полки тоже постепенно отходят, ну, если не Варлетгард, то, во всяком случае, не занимают первые места в Петровском военном кругозоре. И Петр уже в них не видит то, на что надеялось видеть раньше, потому что последние капли, которые перевесила и чашу в пользу гвардии, это, конечно, поведение гвардии в битве под Нарвой, Семеновского и Переженского полков, и не приход Бутырского полка в поле боя, потому что Репнин, который командовал соединениями, где находился Бутырский полк, ну, один из тех полков, который составлял окружение Петра Первого, вместе с московским стремленным полком, он не пришел вовремя, он опоздал. Ну, виноват ли здесь Репнин, какие-то другие обстоятельства, но факт остается фактом. Бутырский полк, на который рассчитал Петр Первый, в место боя не пришел. Другое дело, что там и спасать-то уже и нечего было, потому что, ну, Русская армия просто была разгромлена. Тем более, Петр Первый, знаете, отъехал, и он не участвовал в Нарвской катастрофе. А вот кто стяжал себе там славу, это вот как раз и были Семеновские и Переженские полки, которые отступали, и отступали они в организованном порядке, нанося при этом большой урон шведам. И вот это все привело к тому, что эти два полка, во-первых, они были отмечены нагрудным знаком, шейным знаком, офицеры полков были отмечены этим знаком, который они впоследствии носили на протяжении двух столетий, вплоть до Первой мировой войны, в парадном варианте формы. А во-вторых, эти два полка, они своим поведением под Нарвой показали, что они являются настоящими боеспособными единицами, которые вполне могут быть конкурентами шведской пехоте и Карла XII, который считался в Европе на тот момент едва ли не образцовой. Это, так сказать, видимая часть истории полков, потому что, ну, вы понимаете, гул сражений, пушечная пальба, скрижет клинков и штуков, это все внешняя атрибуция. Но эти полки состояли из людей, которым Петр I задал несколько другой ритм жизни, не только военной, или, может быть, даже не столько военной, потому что, да, они участвовали в церемониалах, вынося шведские трофеи, там, например, после битвы под Наттенбургом, после Полтавского сражения, после сдачи шведской армии при Переволочной, но одновременно с этим Петр же проводит несколько сразу реформ. Это и строительство Петербурга, а это, собственно говоря, так ее можно назвать строительной реформой, потому что благодаря тому, что Петр I начал возводить будущую столицу, многое меняется и в организации строительного дела, и в найме рабочих людей. Вторая крупная реформа, если не первая, ее можно поставить и на первое место смело, это создание русского флота, который имеет свою широкую географию. Здесь и Ладожская флотилия строится, здесь и работа на юге Воронежа, здесь и строительство Петербургской верфи, тут и Кронштадт, тут много всяких разных таких корабельных проектов и флотских задумок, которые реализовали не только окруженцы и флотоводцы Петра I, коих у него, кстати, было не так много, и они у него были иностранцы, но и люди, которые прошли закалку в первых боях Северной войны и в тех предвоенных маневрах и походах, которые были связаны с зарождением Петровской гвардии. Но Нарва – это был дебют русской гвардии, впоследствии русской гвардии воевала. Есть несколько таких знаковых событий. Одно из событий – это то, что гвардейцы активно участвовали в российской лесу, а сударь его дорогу они делали. Это за Онежье, Белое море и северные водоемы, с помощью которых они расчищали и из Белого моря, и из Санеги шли волоком корабли, которые участвовали в осаде Нутебурга. Этим занималась гвардия. Гвардия брала Нутебург, а гвардия делает осударевую дорогу. Второй момент, с которым связано основание Петербурга – это участие в событии в вошедшем в истории России как первая победа на воде, когда отряды лодок с преображенцами и семеновцами взяли здесь в Усть-Невы два шведских кораблика. Не надо говорить, что это корабли. Это была Шнява, Бот Гедан и Шнява Астрид. Эти два корабля были взяты на абордаж лодками. Вы сами понимаете, обычно корабли на абордаж не возьмешь, потому что фрегат. А такие корабли можно. И вот это считается первая победа. Эта победа вошла в историю России как небываемое бывает. Это известный сюжет. Вы были выбиты медали. Это случилось здесь в Усть-Невы. Парады, в которых участвовала гвардия по случаю взятия прибалтийских крепостей, первых прибалтийских крепостей, ну, Нарва, например, в 704 году. Затем известные события под Лесной и под Полтавой, когда гвардия, ну, не только гвардия, но и гвардия в том числе, участвовала во всех этих викториях, и взятие обуза Левенгаупта, и в полевом сражении при Полтаве, которое, собственно, предопределило победный результат Северной войны. И в Полтавское сражение русские войска значительно превосходили шведов по численности и по количеству артиллерии. Там были вещи просто несравнимые. Но Швеция, она уже к тому времени, в 709 году, сражаясь на нескольких фронтах в Европе, она просто уже себя истощила. Карл XII могло спасти только чудо искусства его. И, в принципе, он не был обречен на разгром. Но русские войска, имея уже боевой опыт и имея во главе Петра, который был на поле боя, иконография Полтавского сражения о всем говорит, более того, значит, преображенские чины отличились во взятии очень многих знамен. Они взяли несколько знамен шведских непосредственно, то есть со штыка, что называется, практически на поле боя преображенцам поручили составить опись знамен, которые русская армия взяла вообще. Именно правильно, потому что они больше всех взяли знамен. И они составили эту опись. То есть это свидетельство о том, что преображенцы, ну и Семеновцы тоже, конечно, но в историю вошла роспись трофеев преображенского полка. Все хорошо дрались. Но триумф, естественно, всегда достается гвардии. Это было принято везде. Ещё один такой занятный момент, который можно было бы отметить, это знаменитое посольство, великое посольство в Европу. Великое посольство, которое сыграло очень большую роль, Пётр I не только читал, вот он наконец-таки увидел всё, о чём он читал, о чём ему рассказывал Лефорт и Гордон, он увидел воочию сам. Он работал, вы знаете, в Голландии на корабельных верфях, он работал и в Англии. Несмотря на своё там далеко не безупречное поведение, он был гостем Льдовика XIV. Ну, в общем, знакомство с Европой, с передовыми европейскими странами было всецело. Голландия в то время считалась едва ли не самой передовой страной, очень развитой передовой в научном смысле в плане торговли, в плане экономики и в плане естественного кораблестроения, прежде всего, что интересовало Петра I. Именно на Голландию Пётр надеялся, потому что голландцы вообще люди не очень пафосные, они больше обращают внимание на содержание труда, на качество труда, то есть они трудяги, это люди без фантазии, например, там, французского двора, но это люди, которые создали, несмотря на свою малочисленность, гигантский флот, как торговый, так и военный, не многочисленную, очень хорошую организованную армию. Я уж не говорю про капиталы, про финансовые возможности Голландии, нидерландских штатов, которые они обладали благодаря своему развитию, благодаря своей смелости, благодаря своей корпоративности в борьбе с постоянно угрожающей их стихией, строительство плотин и так далее, то есть вот это сплачивает голландцев маленькую, но очень сильную и мощную нацию, что, собственно говоря, Петра и подкупило. И в Голландию, вы знаете, поехало очень много волонтеров, среди их волонтеров было очень много гвардейцев, гвардейцев, которые, во-первых, окружали Петра, они были и с обутыльниками, и с товарищем за столом, они вместе с ним работали на верфи, Петр специально для них купил голландские костюмы, сам заказал им циргами, именно для тех людей, которые составляли потом боевую силу офицерства гвардейского, то есть преображенцев и семенцев. и они вынесли оттуда очень много полезного, но не только потому, что они там вместе с Петром работали, но и потому, что действительно, увидев это все и почувствовав на себе и бок о бок просуществовав, так сказать, довольно продолжительное время с людьми, которые составляли и армию, и флотские экипажи западных стран, но Петровские волонтеры, да, они получили неоценимый опыт, но естественно и сам царь, конечно, свои голландские и англо-французские так сказать, вояжи, безусловно, помню всегда, и это ему в значительных степени пригодилось и в будущем, потому что и строительство Петербурга, и строительство русского флота, это, конечно, во многом заслуга, впечатление, которое Петр вынес именно из своего этого воежа, хотя Петр, вы знаете, не был в составе Великого посольства, он как бы сопровождал его вместе со своими компотантами, которых он набрал, так сказать, и которые вместе с ним с кораблей из этих вот потешных полей сразу поехали в Европу. Ну, это было до Северной войны, а Северная война, вы знаете, как я уже сказал, расставила все свои акценты. Ну, начинается и развивается путь Петровской гвардии как путь элитарной корпорации, которая была обременена не только обязанностями, но и различными вроде привлегиями, потому что для того, чтобы социально и материально подкрепить статус гвардии, а гвардия это все-таки претерианцы, это все-таки те люди, которые и сопровожают Петра, и охраняют его, и постоянно бывают вместе с ним, только с ним. И все приближенные Петра, они в той или иной степени прошли гвардейскую школу и являлись гвардейскими офицерами. Я уж не говорю про Александра Ильича Менщикова, всем известного, который был полковником Преображенского полка. Петр определяет, и впоследствии это было выражено в табеле о рангах, определяет преимущество офицеров гвардии по отношению к чинам армейской пехоты, по отношению к чинам армейской кавалерии, по отношению к чинам флотским, определяет преимущество гвардии. В материальном смысле, безусловно, там оклады были несравнимо больше, чем вообще в армии. По хлебному и денежному удовольствию они не знали равных. Несколько было элитных полков, которые специально, искусственно были подтянуты по этому уровню, по этим показателям до гвардии. Это Ингер-Моланский полк, например, губернатора Менщикова, губернатора Петербургского губернатора Менщикова. Это еще было ряд подразделений, которые могли как-то с ними сравниться, но в целом гвардия, конечно, была вычленена сразу. Но это и не мудрено, потому что действительно, ну, во-первых, гвардия, несмотря на то, что она воевала, она одновременно и созидала, она одновременно была и распорядителем, и руководителем. Ну, мало того, что гвардейцы были командированы, например, в места строительства верфей, верфи на севере, на юге, в Петербурге, они одновременно занимались организацией строительных работ. Не только контролем, не только назиранием за этими работами, но и организацией собственно самих работ. Это найм рабочих людей, это формирование леса для строительства кораблей, это доставка, это снабжение работных людей едой, одеждой, провиантом, то есть интендантской, они занимались собственно говоря интендантским снабжением только на флотский манер. Кроме того, уже фактически в флотской сфере они занимались организацией мундирного строения для флотских людей, для матросов и офицерского состава русского флота. Офицерского состава в меньшей степени, в большей степени для пошива бастроков и для пошива кафтанов нижних чинов флота. То есть, они занимались практически всем. Заготовка материала, найм портных, организация портняжного дела, доставка сукна и так далее, по сути дела и вместе с провианским снабжением, вместе с работной силой, вместе с мундирным обеспечением, по сути дела они занимались реальной функцией организатора строительства. Конечно, не все они были флотоводцами, тем более морскими инженерами, мало кто из них мог, например, спроектировать корабль, но для того, чтобы этот корабль воплотился из бумаги и обрел свои материальные очертания в реалии на воде, в этом смысле гвардейцы были на первых местах. Это безусловно. Это показывают документы и Меньшковской канцелярии, и документы Преображенского приказа. То есть, это люди, которые выполняли вот такие функции. В такой же степени, это касается, например, и организации строительства Петербурга. Вы знаете, что Петербург строился вначале как морской город, как морская крепость. И по сути дела та же Петропавловская крепость тоже вначале была построена именно как береговой такой форпост, который прикрывал тузь-теневые от вечного рода внешних неприятельских действий и наступлений. И вот работы на Заячьем острове и потом на Адмиралтейской стороне в этом принимал участие будущий генерал-губернатор Меньшиков, а поскольку Меньшиков являлся полковником Преображенского полка, мало того, что он был героем Северной войны, он одновременно занимался и строительством флота, и одновременно занимался строением Петербурга. И Петергов, и Стрельно, и Васильевский остров. Еще один момент, на который можно было обратить в этой связи внимание, это то, что гвардейцам поручалась реальная, конкретная работа, не просто организация строительного дела, но реальная, конкретная работа на тех или иных участках. Ну, например, обводный канал, ну, например, застройка галерной стороны, застройка каналов, застройка мойки, вдоль мойки стали строиться различного рода строительные комплексы, рабочего назначения, жилищного назначения, жилого назначения, разные всякие. Этим занимался корпус администраторов, распределителей, среди которых видное место занимали гвардейцы. Преображенцы и Семеновцы. Еще один момент, который хотел обратить внимание, это то, что гвардейские части были, так сказать, не некой такой военной школой, потому что военные школы у нас появлялись, да, безусловно, но они в той или иной степени были связаны с иммубардейской ротой Преображенского полка и с учебной ротой Семеновского полка в той или иной степени, потому что, да, была навигантская школа, да, была артиллерийская школа, там была школа математических и морских наук, навигантских и так далее, Но это все были школы узкопрофильного характера. Школа же гвардейских полков – это возможность получения базовых военных знаний, без которых офицер просто не мог получиться, даже на том уровне. Хотя в то время уровень техники, понятное дело, что, по крайней мере, в России был еще на не очень высоком уровне, но тем не менее. И фортификационное дело, и артиллерийское дело, и просто пехотная и кавалерийская тактика – это все проходило в этих самых полках. Это было некое предтечие становления будущей системы военнообразования в России. Вот именно эти школы. Ну, я уж не говорю о тех московских школах, которые там, и тех солдатских школах, которые тоже были, которые давали начальное образование, и которые тоже помогали, являлись первой ступенью для того, чтобы добраться до окриков командиров уже Преображенских и Семеновских ротах. Вот это можно, так сказать, об этом можно говорить четко. В Преображенском и Семеновском полках впервые у нас стал формироваться корпус военных медиков, потому что, ну, военные медики у нас то и формировались на флоте, потому что на флоте было много иностранцев, и они, естественно, привозили с собой хотя бы фельдшеров или, так сказать, аптекарских учеников, которые могли оказать какое-то первоначальное медицинское содействие, медицинскую помощь. В этих полках это все было поставлено на достаточно высокий уровень, потому что, ну, поскольку Петру делал им особое внимание, то вот становление корпуса военных медиков в России начинается именно с этих двух полков. Я имею в виду на регулярной основе. То есть появляется у нас корпус и военных фельдшеров, не только фельдшеров вообще, но и военных в том числе. Появляются у нас аптекарские люди, которые, так сказать, были не только фармацевтами, не только теми, кто выдавал или делал лекарства, но и те, кто лечил. Цирюльники, которые тоже входили в этот состав, это все были представители строевой заротной части, так называемой, потому что жизнь полков, гвардейских особенно, это жизнь не только солдат и офицеров, это жизнь массы людей, которая их сопровождала. Это были кузнецы, это были оружейники, это были коновалы, это были фельдшера, это были ветеринары, там, ну, их было достаточно много, этих людей. И поэтому эти полки, они со временем обросли настолько, что, по сути дела, вели за собой не только там какой-то один полковой обоз, но и целых три, а то и четыре, потому что слишком много было обслуживающих персонала в этих полках. Это были какие-то самостоятельные структуры, хотя, конечно, воедино, они представляли собой, да, действительно, корпорацию. Это были люди, которые были объединены и привилегиями, и которые были наделены очень большой властью. Ну, например, преображенский приказ. Преображенцы и семеновцы, представьте, гвардии, они претендовали на то, и, кстати, очень часто это получалось, на то, чтобы их судили преображенскому приказу. То есть они не подчинялись общей юрисдикции, они подчинялись юрисдикции как бы внутренней, юрисдикции, которая исходила из недр преображенского приказа. То есть Петр I для них сделал и такое благо, и они за него очень держались. Почему они верой и правду служили царю? Потому что они прекрасно понимали, что, ну, и впоследствии отчасти история это подтвердила, что где-то как-то в каких-то моментах гвардия оказывалась на обочине. То есть не в буквальном смысле слова, но, по крайней мере, то внимание, которое им оказывал Петр, такое внимание они потом могли больше не увидеть и очень часто и не видели. Очень часто и не видели, несмотря на то, что на них опирались императрицы при своем восхождении на престол. Я уж не говорю про то, что гвардейцы участвовали в осуществлении переводов книг, в написании документов очень важных. Ну, например, Вейда, который был, так сказать, гвардейцем. Адам Вейда, он написал известный устав, по которому какое-то время, да не какое-то, а продолжительное время строилась русская армия. И дисциплина, и устройство, и так далее, и тому подобное. Это написал Вейда. Но были другие вещи, которые делали, говорят, занимались переводами, например. Многие занимались гвардейцем переводами, потому что все-таки среди общей офицерской массы они были достаточно образованы людьми, потому что они побывали за границей, имели практические навыки уже знания иностранных языков, и занимались переводами, в буквальном смысле слова. То есть они были на все руки мастера. Это был исключительный период. Если бы он продлился, ну, наверное, продлился бы, наверное, во благо России. Если бы он продлился бы, в связи с тем, что у нас появился вот такой слой просвещенных людей, деятельных и умелых, на которые только и мог Петр рассчитывать. Потому что, ну, если считать петровские документы, то без гвардии там не обходится ни одно маломальски важное событие. Я уж не говорю о какой-то внешней стороне дела, о каких-то церемониальных вещах, каких-то парадах, каких-то встречах послов и так далее, где гвардейцы, естественно, играли первую роль. Но это и понятно. Это оставалась традиция, она была задолго до Петра в Европе, она оставалась и после Петра, и в России, ну, и не только в России, но в России, в частности, поскольку мы о ней и говорим. Сама гвардия – продукт петровских реформ. И морских, и социальных, и военных. И они влияли на проведение этих реформ. Здесь все очень было взаимосвязано. И это был такой тесный клубок, который был в Петровскую эпоху практически неразрывен. А потом, да, потом гвардия стала выселеняться, потом она стала определять, ее место стали определять особо указы, но без каких-то таких постоянных участий в государственных делах. Да, войны, перевороты – да, политические заговоры – да, свержение императоров – да. А вот участия в собственных делах – нет. Там уже гвардия отступала в второй план, потому что Россия стала просвещаться, Россия стала развиваться. И если гвардия на первых порах при Петре играла вот такую важную роль, то потом, так сказать, стали появляться другие люди, которые стали заниматься своей штатной работой, за которые они получали оклады со своей работы. А в годы Петра и во время реформ Петра, да, вот эти люди, с которыми он начинал и которым он очень доверял, хотя и наказывал довольно серьезно в случае необходимости, они вот выполняли все то, что впоследствии выполняли государственные мужи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok